И всем привет, ребят, с вами с вами, как я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний директор посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы продолжаем тестировать те дроны, которые уже совсем скоро из нашей игры будут удалены. Сегодня мы возвращаемся к моему одному из самых любимых дронов по бесячеству, да, наверное, так будет правильно говорить, к тому дрону, который может вынести не то что противник, а полностью все нервы, и тот дрон, который, на мой взгляд, должен был и должен оставаться в нашей игре. Это дрон-подрывник, сегодня будем пробовать его реализовывать, играть будем на хоппере с фризом, с фризом шоковой заморозкой, с устройством, которое вдвойне еще больше бесить будет противника, ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. По режиму, ой, зачем я поменял дрон на ловкать, по режиму я бы очень сильно хотел бы запикаться в штурм за атаку. У нас на сегодняшний день штурм за атаку является супер востребованным режимом, и в него играют очень большое количество игроков, поэтому запикаться за атаку не составит особо большого труда, поэтому пикаем, ну и будем пробовать реализовывать эту замечательную комбину. У нас получается двойной троллинг, двойной развал, то есть у нас шок, у нас подрывник, и по идее это должно очень жестко работать. Но если вам нравятся подобного рода видосы, посвященные дроном, которые у нас из игры уже совсем скоро будут удалены, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, но и не забывайте про розыгрыш, который проходит прямо сейчас на канале у нас на 20 тысяч, ой, на 30 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Обязательно участвуйте, в описании вся информация по этому поводу есть. Так, ну и у нас какие-то здесь неполадки с игрой проходят в очередной раз. Я еще по поводу этих новых неполадок не высказывался, поэтому, может быть, в ближайшее время я тоже что-то запишу, расскажу, что я думаю по этому поводу, с чем это все дело связано, потому что есть уже информация у меня лично по этому поводу. Так, ну и пока что я в бой попасть не могу, надеюсь, что меня загрузит, пару раз обновившись. Если вдруг не будет грузить, то я поставлю видос на паузу и как только загружусь, то сразу же мы вместе с вами продолжим. Так, ну пока что вроде как меня в бой загружает, вроде как работает все это дело. Вроде как работает все это дело. Да, есть контактик. Хорошо, меня запикивает еще и за атаку. Шикарно, просто бомбово. Так, наша задача въезжать в противника, ну и плюс дополнительно будем еще ввести наши замечательные флажки. Да, поэтому въезжаем, накидываем, если что, надамаживаем здесь оппонента. И мунку, кстати, тоже надо всегда брать от подавы, чтобы еще больше можно было въезжать и производить серьезную работу. Ну и что касаемо шоковой заморозки, то фриз с шоком тоже очень себя круто показывает. 5 киллов у нас уже есть. По урону вообще все шикардосик. С катаем, я думаю, что несколько каток, потому что в штурме за атаку у нас сейчас бои проходят очень и очень быстро. Поэтому возможности реализации этой комбинации, я думаю, что у нас будут. И мунка от подавы у меня есть, поэтому все, в принципе, что надо у меня здесь одето. Остается лишь только въезжать в противника, морозить шоком, ну и уносить. Плюс две расходки изначально сразу можно тоже прожать. Если нажимать с брони все это дело, то броню и ДДшку мы сразу же одновременно можем тоже прожать. Так, овердрайв у меня появляется. Сразу вжимаем на оппонента. Три противника мы здесь респим. Ну и на упорчик тоже играем. Это один из... Ух, хороший подрывничок. Один из немногих комплектов, да, который не требует дополнительных каких-то возможностей ваших, да. То есть вы просто въезжаете с подрывником, можете с овердрайвом въехать, плюс шоком подмораживаете. Ну и в принципе на таких режимах это все дело реализуется, как по мне, очень и очень эффективно. Ну и плюс сейчас у нас штурм является супер актуальным режимом, поэтому я думаю, что мы сможем еще и быстро бои за атаку для себя найти и все это дело реализовать. За деф особо не советую никому играть, хотя можно в теории тоже реализовать. Еще одного подрывничка реализую. Даже 6 звезд. Нет, не 6, все-таки 4 звезды. Но это довольно быстрые. Я даже и флаги там особо не возил, то есть вы можете даже и флаги не возить. Ваши тиммейты там на привозку становятся, работают. Так, пикнуло меня, не пикнуло, не понимаю. Какие-то лаги сервера у нас происходят. Но катка у нас закончилась очень быстро, поэтому мы как минимум еще один боечек с вами хотим здесь сыграть. Как минимум один боечек нужно нам сыграть. Поэтому если вдруг сейчас грузить не будет, то я поставлю видеоролик данный на паузу. Дальше после того, как меня прогрузят, мы вместе с вами продолжим. Потому что в таком ключе видеоролик заканчивать, конечно же, не хотелось бы. Поэтому давайте я поставлю видос на паузу. Как только прогружусь, мы вместе с вами сразу продолжим. Спустя 40 тысяч лет я загрузился в еще одну каточку. Это Вольфенштейн, штурмик за атаку. Наконец-то у нас разлагала игра, начало все работать. Ну и попробуем реализовать эту комбиночку здесь. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Посмотрим, как покажет наша торпеда в этом бою. Фриз, конечно, с шоком идеально сочетается с хопером и с шоковой заморозкой. Для того, чтобы въезжать именно в противника. Главное, чтобы у нас были тиммейты, которые возят флаги. Если вдруг, чтобы они могли подстраховать. А я уже как раз таки чистил зону доставки. И спокойно мы могли реализовывать нашу комбинацию. Так, отличная накидочка залетает. Сразу по двоим хороший урончик тоже заходит. Три тысячи и полторушечка чисто надобавочку. Так, ну и надо теперь что-то ставить. Надо теперь что-то ставить. Что-то ставить. Будет ли заход, будет ли доставка. Будет ли заезжать у нас тиммейты в эту доставочку. Не понимаю, что там происходит. Почему у нас не могут доставить ребята флаг. Так, первая доставочка есть. Прожимаем двойные припасы. Которые с этим овердрайвом, говорю, с этим дроном можно прожать. Так, ну и влетаем в доставочку. Доставочка есть. И урончик дополнительный с подрывничка по противнику тоже есть. Можно еще разыгрывать это все через делит. Можно через делит еще тоже делать плотную дополнительную накидку. Но я, наверное, больше сторонник того, чтобы делиты дополнительные не прожимать. Чтобы не тратить дополнительные очки. А просто так на обычном, так сказать, стилечке все это дело реализовывать. Так, что у нас там тиммейт будет ставить, не будет ставить. Где-то там с флагом был. Хорошо. У нас шоу тиммейта сливают. Ну, а мы потихонечку, потихонечку дайвим, дайвим в доставочку. Есть у меня еще оудик, который можно здесь поражать. Вот так вот на шестерых сюда контактик. Есть заход. Так, ну и теперь можно слиться. Желательно, конечно, слиться не на ноль урона. Поэтому влетаем в типа. И еще 3000 ему в голову залетает. Так, шикарно. Пока что все очень хорошо. Пока что все великолепно. У нас уже есть 250 очков. По катке у нас 3 минуты прошло. Выжимаем расходку. Ну и пробуем влетать в доставочку. Чтобы делать еще плюсовочку. Доставка есть. Овердрайв прожимает противник. И благополучно мы даже хантера с овердрайвом просто взрываем подрывником. Идеально рабочая схемочка. Просто идеально. Так, я пожалуй газую дальше. Газую дальше. Буду сейчас еще одну доставочку здесь у нас оформлять. Так, доставкин есть. Противник по накидочке что-то работает. Так, ну а мы будем въезжать. Не успел я еще урона добавить. Добавил бы еще урончика. Было бы просто великолепно. Но, к сожалению, еще накидку плотненькую не дал. Так, харечек у нас едет под доставочку. В принципе, мы попробуем еще одну доставочку тут уже оформить. Там у нас уже Хикеланджело запикался. Так, доставкины есть. Пробуем привозочку материала оформлять. Так, минка есть от противника. Подрывник срабатывает на два танка. Но, к сожалению, я доставку не оформляю. Но киллы всегда, просто всегда дополнительно залетают. Хики уже немножечко в тилте. Ну а что? А что? А что он думал? Конечно, будем в тилте, ребяточки, против подрывничка. Туда его контентик этот плотный залетает. Еще оудик сверху добавляем на четыре танчика. Так, ну и можно здесь еще Викинга сыграть в упор. Если вдруг меня сольют, то я дополнительно еще типа должен сливать. Полторушку еще ему выписываю. Доставка есть. Пятьминутная каточка. Шесть звездочек в кармане. Благополучное первое место. И самое жесткое вооружение на троллинг в очередной раз себя реализует идеально. Так, ну и давайте, я думаю, что попробуем скатать еще одну катку. Если у нас удастся запикаться за штурм. То есть, получается, три боя будет на видос. Три боя на видос. Это, я считаю, что очень жестко. Очень вкусно. Ну и вот вам реализация самого жесткого дрона по именно, ну не знаю, потраченным нервам противника. Делаем 2-3 пика. Если вдруг меня не закидывают, то я думаю, что мы можем, в принципе, поставить этот видос еще на паузочку. Запикаться в штурм за атаку. И тогда уже продолжить, сыграв еще один боечек на этом сочетании. Так, сейчас смотрим, куда меня закинет. На большой карте, конечно, мне не особо выгодно играть с подрывником, где нужна скорость под доставку. О, шикарная карта. Просто идеалочка. Идеалочка. Так, пробуем. По званиям здесь у нас разброс тоже не кислый. Пока у нас мяч не появляется, я... Ой, мяч, говорю, флаг не появляется. Я пока что въеду в противника. Попробую здесь покилять. Шок, кстати, урона хорошо наносит. Если честно, я думал, что у фреза с шоком сейчас урона намного меньше. Но наносит он урон очень хороший, да. И заморозка тоже просто моментальная. В стоп кидает противника. Противничек здесь еще кучкуется. По полторушке тоже на добавочку мы ему накидываем. Так, 10 секунд у нас нам до старта. До старта. Подборчик, я думаю, что мы можем здесь оформить. И сейчас быстренько, быстренько, быстренько полетим делать очередную доставочку. Доставочку, доставочку, доставочку. Есть контактик. Шикарно. Доставочка есть. Так, сразу уезжаем в противника. Ах, не успел я наехать сверху. Можно было еще подрывником дополнительные киллы получить. Две доставки есть. Здесь у нас хорошо хики запикался. Будет помогать мне выигрывать эту каточку. Так, ну и мы будем продолжать делать въезжалову и доставки. Так, попробуем сейчас вот здесь вот въехать противника. Хорошо, трешечка вкусная залетает. И нарез противник у нас улетает. 4 доставки. Еще 11 логов нам надо поставить. Нифига себе, что на агрессиях чисто влетает. Пишет, чтобы я что-то где-то удалил. Зачем? К чему это агрессия? Не понял. Вот такой вот оудик за агрессию мы прожимаем сразу. Сразу за агрессию овердрайв. Сразу просто на агрессиях врываемся. Так, и меня нарез отправляют. Но 0 урона, к сожалению. И я улетаю. Так, 10 флагов у нас еще осталось. 10 флагов у нас еще осталось. Противник у нас, я так понимаю, тоже здесь. Ох, хорошо подрывник срабатывает. Еще на 2 танка. Даже после того, как мне хоппер дал. Контентику. Так, Хики уже пишет, что я должен был. Опачки, сам тоже на подрывнике. Чел! Чел сам подрывник одел. Боже, Хики, зачем ты это делаешь, родной? Но это бесшансовое. Просто бесшансовое. Если вы везжаете в противника, вас уничтожают. Вы всегда получаете дополнительные очки. Как раз таки с уничтожения от противника. Поэтому в этом плане это прям жесткий нереальный плюс. Да, если вы даже, например, делаете доставочку. Либо вас там сливают. Так, вы просто за счет того, что въезжаете в оппонента. Вот сейчас, например, трешка залетит. Если меня сольют. Просто трешечка залетает. Они даже сливать не хотят особо. Потому что понимают, что трешка влетает им в голову. Так, ну и у нас уже 8 доставок. Хики что-то тут не торопится. Хотя надо было бы уже торопиться и быстро привести все это дело. Чтобы закончить еще одну катку как минимум где-то за 5 минуточек. Тогда был бы у нас очень хороший контент. Так, ну и не забываем, что у нас очень важно с этим как раз таки дроном использовать иммунитет от подавления. Без иммунитета от подавления это все дело так эффективно не работает. Если вы без иммунки катаете, то чаще всего попадаются как раз таки игроки с иммунитетами. И просто вас отправляют как раз таки на чпокинг без шансово. Так, ну а мы влетаем в еще одну доставочку. В еще один прожатый овердрайв. И просто вот так вот сверху еще падаем на аресика. Чуть-чуть урона, чуть-чуть урона. ДДшку отключаем. Блин, ну это очень турбо, просто бесячая комбина. Просто турбо бесячая комбина. 700 очков за 4 минуты у меня уже на этой комбинации. Вы делаете киллы с хоппера. Вы делаете киллы с подрывника. И еще при этом имеете фреза, который не дает возможности противнику на быстрое уничтожение вас. То есть у вас вообще просто супер троллинг. Не доставили, противник вас слил. На ему быструю троечку в голову за счет подрывника закидываете. Но очень сильно. Очень сильно. Еще бы наши тиммейты бы возили бы флаги бы. А не занимались ерундой. Было бы еще сильнее. 4 противника стоят на точке на доставке. Попробуем въехать в них. Попробуем подрывником унести двоих. И третьему еще полторушечку надобавочку дать. Жестко. Очень жестко. Васпик снизу прыгнет. Не прыгнет. Что-то там викинг у нас какую-то разводку делает. Не понимаю вообще, что происходит. Так, но флаг у нас появляется. Попробуем оформить еще одну доставочку. Так, арес есть. Доставка есть. Контактик есть. 90% Оудика есть. Так, и еще 3 доставочки. Сделаем сейчас быстро. Сделаем сейчас быстро эти 3 доставочки. И просто зафиксируем эту очередную вкусную победу. И получается у нас за видос будет плюс 16 звезд. Да, если я не ошибаюсь. Плюс 16 звезд мы оформим. Да, потому что там была четверочка. И 2 по 6. А, нет, даже не 16. Получается сколько у нас? Чуточку меньше, да? Али 16. А, не 16. Все правильно. Все правильно, 16. Потому что была четверочка одна. Так, ну и одна доставка. 850 очков за 6 минут. Вот вам комбинация, которая дает безумно большое количество очков в этом режиме. Как говорится, используйте. Используйте. Просто используйте. Так, сливать не надо. Ах, все равно подрывник меня уносит. Хики ставит ли? Или не ставит? Что он там? Напрыгал? Что-то он там напрыгал. И доставка у нас еще одна есть. 2,5. 900 очков на комбине. В виде хопера, фреза, шоковой заморозкой и с дроном подрывник. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбины. Как вам она? Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и попробуйте. Я думаю, что этой комбиной можно вынести все нервы у любого противника. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.